Зангизурский коридор станет коридором, по которому режимы НАТО и Израиля смогут проникнуть на Кавказ и в Среднюю Азию, и в этом случае страны региона будут нести более тяжелые потери. Об этом написало издание Тасним, принадлежащее иранским силам Сепах, в своей аналитической статье. Станет ли Зангизурский коридор, коридором для влияния НАТО в регионе? Строительство Зангизурского коридора, который соединяет две части Азербайджанской республики через территорию Армении и проходит недалеко от границы с Исламской республикой Иран, может стать очень серьезной проблемой, учитывая ряд вопросов, особенно в некоторых регионах, включая Россию, Иран и даже Армению. Издание утверждает, что после окончания Второй Карабахской войны и заключенных при посредничестве России соглашений между Азербайджаном и Арменией, Зангизур и другие коридоры вышли на первый план. По словам аналитика Тасним, проект, который рассматривают такие страны, как Азербайджан и Турция, на самом деле является планом сионистов. Каждая из этих стран и партий поддерживает создание такого коридора в соответствии со своими интересами. Через этот коридор сионистский режим сможет легко перебросить инструменты и оборудование, необходимые для шпионажа, в страны региона. Автор утверждает, что хотя открытие коридора противоречит национальным интересам Армении, Азербайджан и Турция могут привлечь на свою сторону Ереван некоторыми стимулами. В основе этих стимулов лежит участие Армении в ряде экономических проектов или обеспечении этой страны дешевой энергией. Подчеркивая, что интересы России также учтены в планах Азербайджана и Турции, автор считает, что это временно. Возможно, после строительства такого коридора его безопасность будет поручена российским силам или объединенным силам, чтобы снизить озабоченность Москвы возможными угрозами, сказал он. Однако следует отметить, что не ожидается, что российские войска будут находиться в этом коридоре до конца, и через какое-то время, может быть через пять лет, может быть немного больше, российские войска покинут этот коридор. В статье говорится, что строительство коридора, который призван стать более быстрым, дешевым, менее опасным и легким выходом для республик Кавказа и Средней Азии, является давней мечтой практически всех турецких лидеров. Также отмечается, что Зангизурский коридор представляет потенциальную угрозу для России и Китая. Создание Зангизурского коридора не только поставит под угрозу независимость и территориальную целостность Армении, но и будет иметь серьезные последствия для России, потому что нет гарантии, что этот коридор со временем не превратится в коридор влияния НАТО на Кавказе и в Центральной Азии, и таким образом, НАТО завершит осаду России. Автор издания также утверждает, что строительство коридора, несмотря на некоторые экономические выгоды, также может представлять опасность для Китая. Ожидается, что важный член НАТО получит более быстрый и легкий доступ в Центральную Азию через этот коридор. Строительство и завершение Зангизурского коридора, несомненно увеличит влияние Турции на Кавказе и в Центральной Азии, с учетом положения этой страны в НАТО. В результате Анкара сможет увеличить свое торговое влияние с Россией на региональные процессы, включая Крым и Украину. Короче говоря, строительство Зангизурского коридора, хотя оно приносит пользу Турции и Азербайджанской республике, может нанести большой вред России, Ирану и даже другим странам региона, таким как Китай. Таким образом, строительство коридора в недалеком будущем будет иметь серьезные политические, экономические, безопасности и военные последствия для ряда стран региона, резюмирует иранское издание Тасним.